МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Все, что произошло на уходящей неделе, обсудим в итогах на своем. Меня зовут Никита Шишков. И вот несколько главных тем. Ставропы стал центром российской молодежи. В Туркменском округе рухнул неизвестный летательный аппарат. И кисловодск. Это теперь про авиацию. Ну а теперь переходим к полному анонсу выпуска. В Виномысске спасение пациентов приходит буквально из воздуха. Как работает завод по производству медицинского кислорода? Мы разобрались в техпроцессе. Заболевших все больше. Как проявляет себя очередная волна коронавируса? И что ей может ответить краевая медицина? Теперь свои упаковки и крышки. О замене зарубежного сырья на производство минералки расскажем на заводской линии. И есть на что опереться. Какие меры господдержки край предлагает фермерам. И чего ждать в грядущем сезоне. Мы начинаем выпуск. На Ставрополье прибыли участники первого в России патриотического молодежного фестиваля на высоте. Они настроены хорошо и с пользой провести время. Участники слета все эти дни работают на дискуссионных площадках и фестивальных городках. Мероприятие направлено на поддержание патриотизма и исторической памяти среди молодежи. И со всей страны к нам приехали больше двух с половиной тысяч участников. Мы с политехнического института СФУ приехали, чтобы обучиться чему-то новому. Ведь мы инженеры. И эта тема как раз таки для нас будет очень полезная. И, конечно же, поразвлекаться. Чуть-чуть поразвлечься, да. С ребятами новыми познакомиться. Вот для этого и приехали. Побеждать я участвую в номинации театральное искусство. Буду рассказ эстрадный монолог про ЖКХ. А, надеюсь, что выиграю, привезу победу в город Байкальск. Прибыли к нам и делегации из Донецкой и Луганской народных республик. Команда из города Антрацита полностью девичья. Да, свой город, мой хороший, мой родной. Для участников работают звездные гости и федеральные эксперты на мастер-классах. Утро пятницы для участников началось выступление известных радиоведущих. Затем сортовали образовательные блоки. Один из таких провела эксперт Ксения Никитчук из города Томска. Участникам фестиваля она презентовала необычный проект. Суть которого – рассказ ученых о собственных научных исследованиях в доступной и остроумной форме. Другим темам. В Туркменском округе в минувшую среду упал летательный аппарат. Село Кинджи-Кулак стало героем новостных ресурсов по всей стране. Откуда прилетел нежданный гость и что говорят специалисты? Виктория Шкальная с места событий. Накануне днем в Туркменском округе спокойствие местных жителей прервал громкий хлопок. По словам очевидцев, на небе вдруг появился клуб дыма. А после в районе села Кинджи-Кулак упал неизвестный летательный аппарат. Пожар на видео сняли жители ближайшего населенного пункта. Сидела на работе, услышала хлопок, выскочила на улицу и дым на небе. Все, что видели. На место происшествия сразу начали съезжаться жители села. Посмотреть на НЛО приехали около 400 человек. Возможно, приехали с оказанием помощи. Мало ли что, катастрофа, да, самолет падает. А некоторые, конечно, из любопытства. И даже таких, наверное, больше, потому что, ну, ехали, думали, что что-то, ну, явно космическое. То ли НЛО, то ли наши космонавты приземлились неудачно. И, может быть, их надо тоже то ли спасать, то ли фотографироваться с ними. Незамедлительно выехали экстренные службы и правоохранительные органы. Поступил сигнал о падении какого-то неизвестного аппарата. То есть произошла нештатная ситуация. Сразу выехали сюда все экстренные службы наши. Выехал сюда и начальник территориального управления наш. Соответственно, пожарная часть, пожарный автомобиль пожарной части села Кинжикулак. И, соответственно, выставили оцепление. Здесь была небольшая воронка и, соответственно, металлический предмет, который опознать, конечно, мы не можем. Поскольку выставили сразу оцепление, я к нему, в принципе, не подходил. Специалисты, я думаю, разберутся. При работе на месте происшествия пострадал пожарный. Его госпитализировали с травмами и ожогами. Всего в больницу поступили 8 человек, в том числе и один ребенок. Как сообщил губернатор Владимир Владимиров в своем телеграм-канале, пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Вчера в 17.00 начали поступать пострадавшие с места ЧАЭС. Всего в течение трех часов поступило 8 человек, которые были доставлены машинами скорой помощи, попутным транспортом. У всех пострадавших были ожоги, признаки взрывной травмы. Наши хирурги, реаниматологи, привлеченные медицинские работники, которых вызывали из дома, оказывали помощь. Очень своевременно пришли на помощь специалисты краевых учреждений. Пока в СМИ и соцсетях продолжается обсуждение того, какой именно летательный аппарат потерпел крушение и по каким причинам. В региональном МЧС накануне отметили, что устройство напоминает беспилотник. Сейчас специалисты уже вывезли аппарат для исследования. Эксперты разбираются в вопросе, ну а мы продолжим следить за ситуацией. Виктория Шкальна, Юрий Корнеенко, Ставропольское телевидение из Туркменского округа. Но непростая медицинская работа сейчас идет по всему краю. Об этом на брифинге в правительстве региона рассказала замминистра здравоохранения Ольга Листова. У большинства ставропольцев с коронавирусом болезнь протекает в легкой форме. При этом в крае фиксируется прирост числа заболевших. Для того, чтобы своевременно оказывать помощь пациентам, было решено продлить время работы врачей в кабинетах неотложки. В целом поликлиника города Ставрополя, Кавказских минеральных водах, мы продлили работу кабинетов неотложной помощи, увеличили время работы врачей до 18 часов, увеличили время работы врачей в выходные дни, в субботу и воскресенье до 16 часов. В случае такой тяжести заболевания, которая не позволяет посетить самостоятельно поликлинику, конечно же, необходимо вызывать бригаду скорой помощи. И в этом случае, опять-таки, бригада скорой помощи передает всю информацию о пациенте в кабинетах неотложной помощи. Также в крае продолжается реализация программы модернизации первичного звена здравоохранения. Уже в этом году капитально отремонтировали и построили большое количество медучреждений, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории и участковые больницы. В следующем году в рамках региональной госпрограммы приведут в порядок рентген-кабинет в Шпаковской районной больнице. Ну и вот уже почти три месяца на Ставрополье работает завод по производству медицинского кислорода. Предприятие открыли на территории опережающего социально-экономического развития в Невиномыске. Там уже могут производить до 10 тонн чистого кислорода в сутки. К запуску готовят и вторую линию завода. Как из воздуха производят то, что спасает человеческие жизни? Сюжет Анастасии Зубрицкой. Воздух, который через решетки поступает, внутри компрессора фильтр, он там забор производит и подает в систему. Начинается весь процесс, что называется из воздуха. Его по специальным трубам отправляют на переработку. Именно так и делают медицинский кислород. Простыми словами, сложное производство можно описать так. Воздух очищают, в том числе на молекулярном уровне охлаждают, разжижают и отделяют сам кислород. Перед вами бустер-детандер с компрессором. Это один из самых сложных и ответственных агрегатов в линии. Здесь происходит охлаждение воздуха путем его расширения. Данный агрегат представляет собой компрессор. Вот он с нами. И там внутри, где замерзло, там детандер, где происходит охлаждение воздуха. Работает на больше 50 тысяч оборотах данный агрегат. То, насколько кислород холодный, можно наглядно увидеть уже на улице. Так, в этих колоннах при температуре от минус 170 до минус 180 градусов кислород отделяется от азота. И уже жидкий по этим трубам он перемещается в емкости для хранения. Посмотрите, несмотря на то, что на улице больше 20 градусов, здесь лежит снег. Кислород хранится в резервуарах. Каждый вмещает в себя 20 тонн. Качество проверяют на всех этапах производства. Мы сейчас для лаборатории в специальный сосуд отбираем чистый кислород на анализ. То есть это уже продукция предприятия. Как можно видеть, по приборам здесь 80% кислорода. Зрелище очень красивое. Но я попрошу вас немножко отойти подальше. Это небезопасно. Отходим и наблюдаем. Именно так и выглядит чистый кислород. После канистру с кислородом относят в лабораторию. Сейчас мы определяем объемную долю кислорода, то есть его концентрацию. Концентрация у нас кислорода 99,7% не менее. Так что качество соответствует всем нормативным документам. Производство автоматизированное, однако контроль специалистов на каждом этапе. Мы сейчас набираем уровень жидкого кислорода в конденсаторе колонны и следим за его частотой. Здесь на компьютере в прямом онлайне видно его частота 99,91. Стараемся держать примерно в таком вот. Процесс очень сложный такой, интересный и постоянно нужно контролировать. Илья начальник смены и последнее время от своей работы получает только удовольствие. Все супер, новое производство, оборудование тоже новое, то есть все великолепно, по последнему слову техники. Работа одно удовольствие. Удовольствие во многом и от того, что каждый здесь чувствует на себе особую миссию. Ведь именно с помощью такого кислорода спасают жизни тяжелобольных пациентов. Конечно, это очень важно. И судя по тому, что рост заболевших растет, то потребность в кислороде необходима. Поэтому мы и работаем для этого. Необходимость такого производства доказала пандемия. Во время пиков заболеваемости коронавирусом кислород приходилось в прямом смысле добывать из разных источников. Первая производственная линия этого завода открылась почти три месяца назад. О важности предприятия тогда говорил и глава региона. Сложные времена были. Поэтому сегодня этот завод является гарантом здоровья всех жителей Северного Кавказа. И это без преувеличения скажу, потому что мы, я знаю, как мы помогали друг другу главами, как мы друг друга приободряли, кислородом делились всем. А сегодня мы на территории Северного Кавказа имеем такое производство. Сейчас местный кислород проходит лицензирование. И затем он будет вправе считаться медицинским и начнет поступать в медучреждения региона. На финишную прямую выходит и запуск второй линии. Всего же в месяц здесь смогут производить 600 тонн кислорода. Прежде всего поставки планируем осуществлять в медицинские учреждения, поскольку этот проект и был создан для того, чтобы обеспечить прежде всего Ставропольский край, а также субъекты Северокавказского федерального округа кислородом. Все помнят те проблемы, которые были в 2020-2021 году по поставкам жидкого кислорода. Это была большая беда на самом деле. Его не хватало, а это человеческие жизни. Это предприятие покроет потребность в кислороде всех медицинских учреждений Ставрополья. Ну а за производством из воздуха наблюдали Анастасия Зубрицкая и Иван Шаталов Ставропольское телевидение. Вот такие резервы иметь при себе никогда не бывает лишним. Даже если больницам края весь производимый кислород не понадобится, его готовы закупать промышленные предприятия. Даже в момент открытия этим летом несколько заводов уже интересовались, как можно наладить поставки. Ну что ж, первая часть выпуска позади, но далее еще немало интересного. Это итоги на своем. И вот о чем расскажем далее. Кисловодск теперь еще и летает. В аэропорту Минвод приземлился самолет, названный в честь нашего курорта. Что это значит для российской авиации? Теперь свои упаковки и крышки. О замене зарубежного сырья на производстве минералки расскажем на заводской линии. И есть на что опереться. Какие меры господдержки край предлагает фермерам. И чего ждать в грядущем сезоне. Продолжаем выпуск. Кисловодск пополнил воздушный флот. Теперь курорт не только принимает гостей, но еще и летает. Речь о лайнере, который получил имя в честь города Кислых вод и герб на Ливреи. Самолет торжественно приземлился в аэропорту Минвод и проехал через традиционную водяную арку. К слову, к нам другие города будут летать чаще. Авиаперевозчик планирует нарастить трафик на Ставрополье. Количество рейсов у нас в день достигает 15. Сейчас мы летаем по четырем направлениям. Это Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Красноярск. И также Ереван. В ближайшее время с зимнего расписания мы объявим еще об открытии до шести направлений. И новые направления точно понадобятся. Уже сейчас Минвода один из главных авиахабов юга страны. За последние восемь месяцев пассажиропоток вырос почти на четверть и превысил 3 миллиона человек. Губернатор Владимир Владимиров рассказал о том, что авиасообщение продолжит наращивать. Мы идем плотно к цифре 4 миллиона. Мы в этом году пойдем, наверное, в пятерку. Ну, в семерку точно самых крупных по пассажиропотоку аэропортов России. Конечно же, название наших городов, которые не только на земле, но уже и в воздухе. И это является большая рекламная кампания Ставропольского края, городов-курортов, города Ставрополя. Но благодаря мерам соцподдержки почти 2000 ставропольцев нашли работу. Об этом у себя в телеграм-канале сообщил Владимир Владимиров. Помощь рынку труда в нынешней экономической ситуации губернатор назвал одной из важнейших задач краевой власти. Держать этот вопрос на контроле поручил и президент Владимир Путин. На Ставрополе ситуация сейчас спокойная. С начала года через систему центров занятости трудоустроили более 19 тысяч человек. Министерство труда и соцзащиты населения края может предоставить более подробную информацию о самих мерах поддержки и о способах ее получения. Ну, а еще в крае по поручению президента обновили стратегию агропромышленного и рыбохозяйственного производства до 30-го года. В план внесли новые задачи с учетом нынешней экономической ситуации. Об этом сообщили в управлении информполитики регионального правительства. Само собой, внимание уделили и мерам господдержки аграриев. Например, в этом году на гранты и субсидии фермеры могут рассчитывать по 40 направлениям. До получателей уже довели почти 3 миллиарда рублей. На федеральном уровне планируют предоставлять аграриям льготные кредиты по ставке до 5% на покупку сельхозоборудования, увеличение площадей и улучшение сельской инфраструктуры. Что касается нынешних займов, то ставропольским фермерам в этом году одобрили 800 кредитов на сумму почти в 50 миллиардов рублей. Ждем результатов уже в следующем сезоне. Но, правда, кое-где результаты можно посмотреть уже сейчас. В Невиномысске открыли полностью обновленный оздоровительный центр и массажный кабинет. В этом помогли соцконтракты. Анастасия Зубрицкая опробовала все услуги на себе. Ему 86 лет, однако физической активности Виктора Сергеевича могут позавидовать и многие молодые люди. Мужчина занимается оздоровительной физкультурой 3 раза в неделю, и так уже больше года. У меня куксотрост, вот это, тазобедренный, там. Ну, вот, один выход заниматься здесь на тренажерах. Иначе если запустишь, то характери делать. Нормально. И вместе с этим у меня давление как-то было там раньше. А сейчас вот на сезоне заниматься, давление нормализовалось. Здесь Виктор Сергеевич и еще 60 человек регулярно занимаются по специальной лечебной методике. Методика Бубновского рассчитана на людей с проблемами опорно-двигательного аппарата. Решаем проблемы грыжи, протрузии, замена крупных суставов, тазобедренных, коленов. Реабилитация после серьезных проблем. Этот центр здоровья буквально год назад пережил полную перезагрузку. У него сменились и владельцы, и оснащение. Теперь хозяйка Людмила Асауленком здесь проработала больше 10 лет. И когда центр решили закрыть из-за отсутствия спроса, женщина дала ему вторую жизнь. И в этом помог соцконтракт. Решили поддержать центр и вновь его открыть. Вот, поэтому соцконтракт этот очень пригодился. Закупили оборудование. Девушки, которые у нас работали ранее, непрофессионалы, в работе более 10 лет по методике Бубновского. За счет господдержки удалось приобрести несколько базовых тренажеров. Работают только плечи. Локти не сгибаются. А, нет? Локти не сгибаются. А как плечами работать без локтей? Вот так. Вытягиваем плечи. О, понятно. Теперь понятно. Сначала не поняла, как можно работать, не сгибая локтей. Но на самом деле это... Прям чувствуешь, как спина выпрямляется. А сейчас я чувствую себя бабочкой, ведь именно так называется это упражнение. Руки должны быть округлены. Новое оборудование оценили жители, клиентов стало больше. А те, кто занимался здесь до глобальной перезагрузки, могут как никто оценить важность изменений. Теперь упражняться стало приятнее, да? Естественно. Когда приходишь в чистое помещение с новыми тренажерами, конечно, это всегда хорошо. А это Татьяна. Тоже год назад она открыла свой массажный кабинет благодаря соцконтракту. Воспользовалась. И вот получилось у меня закупить оборудование новое, снять помещение и работать. Теперь это моя основная работа. Массажистом Татьяна работала и раньше. Однако клиентов обслуживала на дому. Теперь условия стали по-настоящему профессиональными. Ощущения очень приятные, такие хорошие. Особенно, когда после тяжелого рабочего утра пришел в обед на массаж, спина прям чуть-чуть и болит, и ноет. И вот прям чувствуется, как кровью все наполняется, прям легче становится. Татьяна делает в том числе и косметический массаж. В этом ей помогает современное оборудование, которое женщина приобрела за счет господдержки. И главный помощник – этот многофункциональный комбайн. Один из его рабочих инструментов – ток. Допустим, если человек не может по каким-то причинам сходить в спортзал, или у него лишний вес, или давление поднимается, то он может воспользоваться нашими процедурами. Накладывается вот такой пояс, выбирается режим, температура, и токи сами за себя делают за него тренировку. То есть это вместо тренировки в спортзале? Можно и вместо тренировки в спортзале. Средства соцконтракта пошли и на аренду помещения, и его оснащение. Клиентам мне сегодня побыть не удалось, а вот в роли массажиста я себя попробовала. Сейчас спросим у мужчины, как ему. Есть разница? Разница есть. Надо просто поучиться. Учиться не прекращает и Татьяна. В будущем планирую еще выучиться на преподавателя ЛФК, чтобы больше помощь была людям. Открыть дело своей мечты, как и герои нашего сюжета, могут люди с доходом ниже прожиточного минимума, а еще попавшие в трудную жизненную ситуацию. О поддержке такой категории граждан в ежегодном послании рассказал губернатор Владимир Владимиров. На Ставрополе в этом году планируют заключить больше 4 тысяч соцконтрактов на сумму свыше 600 миллионов рублей. Ну а опробовали на себе новые услуги предприимчивых жительниц Невиномыска Анастасия Зубрицкая и Сергей Трегубов в Ставропольском телевидении. Теперь своя этикетка и своя тара. Производители минеральной воды в Есентуках нашли альтернативу зарубежному сырью. Завод полностью перешел на отечественных поставщиков. Результаты оценила моя коллега Виктория Шкальная. Громкое производство на этом заводе начинается с чистой тары. Стеклянные бутылки по ленте поступают на производственную линию. За автоматизированным процессом следят операторы. Я смотрю внешний вид, осматриваю бутылку на соответствие утвержденному внешнему виду, чтобы не было поврежденного колпачка, чтобы этикетка ровненько была наклеена. Также каждый час бутылки с лентой отбирают на пробы в лабораторию. Контроль качества для лечебной минеральной воды – важный фактор. Но это не менее важная часть производства. Через клеевой узел намазывается, этикетка промазывается, переходит дальше до прижимов, поступает на другой этикеровочный барабан и выходит готовый этикеткой на бутылке. Если знаменитая вода из скважин номер 4 и 17 в Весентуках не требует никаких зарубежных поставок, то с сырьем для упаковки на предприятии возникли сложности. Ранее алюминиевые колпаки и цветные этикетки привозили из-за границы. Теперь краску и крышки для бутылок завод закупает у отечественных производителей. Мы с нашими поставщиками совместно тестировали различные клеи, пленки, колпачки, произведенные из сырья, так скажем, дружественных стран. На настоящий момент мы эти все трудности прошли, производство работает успешно, уверенно. Мы работаем над производственной себестоимостью для того, чтобы наш товар на полке был вполне конкурентоспособен и негативных последствий наши потребители не испытывали. Также на производстве используют российскую стретч, пленку и стекло. И теперь завод полностью перешел на работу с отечественной продукцией. Даже ночью работа на этом заводе в Весентуках не прекращается. Единая линия по розливу минералки работает круглосуточно. И специалисты здесь трудятся в 4 смены, а в сутки выпускают более 150 тысяч бутылок. Спрос на минералку высокий в любое время года из-за лечебных свойств. Поэтому и с наступлением холодов завод продолжит в таком же ударном темпе работать и поставлять по всей стране полезную воду. А насладились Ставропольская минералка и Виктория Шкальная, Сергей Трегубов. Ставропольское телевидение. Идем далее. Новый комикс-центр открылся на базе библиотеки в Ставрополе. Теперь там можно почитать рассказы в картинках. Исторические, любовные, фантастические. Почему это важно для молодежи? Собственную историю попробовала нарисовать и Анастасия Толстолуцкая. Графический роман, рисованная история, рассказ в картинках. Как его только не называют, но итог всегда один. Комикс – это искусство сочетания литературы и изо. Теперь молодежь Ставрополя сможет найти любимые истории в новом комикс-центре. Сначала фанатов таких рассказов встретил Михаил Юрьевич Лермонтов. Чтобы попасть в новый комикс-центр, дети прошли интересный путь от классической литературы к графическим новеллам. Сегодня я встретил детей наших гостей около театра имени меня. Дальше мы прошлись по театральному скверу. Сфотографировались около как раз-таки памятника меня, конечно же. И сели на троллейбус. В троллейбусе тоже. Так случилось, что мы встретили Александра Сергеевича Пушкина. Уже в библиотеке ставропольская художница провела детям мастер-класс по рисунку. Будем сейчас прорисовывать комиксы, конечно, мы не сможем, потому что это сразу несколько картинок. Марина пока учится в школе. С комиксами познакомилась недавно, но у нее уже есть любимая история. Именно майор Гром подтолкнул ее к созданию собственной новеллы. Делаю наброски. Я просто только начала этим увлекаться разных людей. И, да, я считаю, это сложно, но всем надо учиться. А это Кристина. Она студентка. На мастер-классе нарисовала свое утро в общежитии. Сегодня я нарисовала начало моего дня. Так как я живу в общежитии, это всегда такое необычное начало. Отмотря на то, что я рисую достаточно давно, я узнала очень-очень много. И для меня эта информация полезна. Полезна для будущего развития как художника, как писателя. Вскоре полки центра пополнятся, чтобы каждый желающий смог найти рисованную историю на свой вкус. Я больше всего люблю комиксы с таким серьезным сюжетом, в них закладывается какой-то посыл. Иногда я люблю почитать, например, что-то такое трешовое или юмористическое. Ну так, чтобы отвлечься. Комикс-центр у нас рассчитан от 12+, потом 16+, они разбиты по тегорем, и, естественно, 18+. Это уже для более взрослых ребят. Здесь они могут приходить, как тут читать, они также могут брать данную литературу на дом. Вот так выглядел бы мой рисунок, если бы я умела рисовать. Но на вопрос, художник или писатель, я всегда отвечаю – писатель. Ну а нарисовали палка-палка огуречек, получился человечек. Анастасия Толстолуцкая, Александр Колодко, Ставропольское телевидение. Ну что ж, такой вот нам запомнится уходящая неделя. Это были итоги на своем. Меня зовут Никита Шишков. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!